Дедушка Мороз, настала пора к Новому году готовиться! Самая красивая ёлочка выросла в Подмосковье, в городском округе Щёлково! Да, внученька, возраст нашей лесной красавицы 90 лет, а высота 28 метров! Лучшие ели растут в щёлковских лесах. В этом во второй раз убедилось управление делами президента, выбирая лесную красавицу для Соборной площади Московского Кремля. Первую нашли в 2018-м в окрестностях деревни Ерёмина. На этот раз за почётное право боролись 19 лесничеств области. Сегодня мы отправляем нашу ель, лучшую Подмосковью, из Щёлково на Соборную площадь. Я вас с этим всех поздравляю, с наступающим Новым годом и всем тепла и радости! В этом году мы в 22-й раз проводим спил ёлки и установку её на Соборной площади Московского Кремля. В соответствии с поручением президента Российской Федерации была разработана специальная дорожная карта. Порядка 37 ёлок было осмотрено. Лесная красавица, выросшая недалеко от деревни Новопореево, приглянулась Наталье Гусевой. Она работает старшим участковым лесничем более 15 лет. В ведении специалиста два участка общей площадью 7,5 тысяч гектаров. Она вся правильная вот этой формы, нужной. И поэтому, наверное, не знаю, может быть сердцем или душой чувствуется. Потому что у меня уже это вторая ёлочка моя. Нашедшему эталонное дерево руководитель Комитета лесного хозяйства торжественно вручила ключи от новенькой служебной Нивы. Ключи от служебного автомобиля лесничему Наталье Владимировне. Благодарим вас! Второй раз щёлковская земля дарит кремлёвскую ёлку. Она уедет в центр Москвы, в Кремль. Её параметры строго ограничены. Размах ветвей около 8 метров, возраст 90 лет, ну и, конечно же, эстетические параметры. Какая же она красивая! Спилить 28-метровую ель, диаметр которой чуть больше полуметра, доверили профессионалам. Для Кремля это у меня второй опыт. И в прошлом году в Нарфаминском районе я тоже. Меня приглашали, я горд. У меня есть мой дублёр, как у космонавтов. Бригада работала с ювелирной точностью. Дерево должно прибыть в Кремль в полной сохранности. За происходящим пристально наблюдали центральные СМИ и местные жители. Мы в восторге, что наша ёлка поедет в Кремль. Мы гордимся этим. Мы рады и счастливы. Мы очень рады за Пряново, что у нас уже второй раз находят такую ёлку. Пышная, красивая. Мы рады, что выбрали из Пряново ёлку. Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом. Мы желаем вам счастья и здоровья. Праздничную атмосферу. Жителям создавали многократные чемпионы Европы, сборная Московской области по самбо. Задорные исполнители ансамбля русской песни распевы. Раз, два, три. Опа. Была и горячая каша, и душистый чай с баранками. Красавицу ель доставят в Кремль 16 декабря. Требуется время на увязку ветвей. В новом убранстве новогоднее дерево предстанет перед посетителями Соборной площади 22 декабря. На месте срубленной ели, жизненный цикл которой подходил к концу, в следующем году лесники посадят новые хвойники. Михаил Налётов, Сергей Василевский и Сергей Максимов. Щёлковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok